Аминь, аминь. Вы можете присесть. Мы не перестанем праздновать, хотя праздник еще окончился. Это Новый год, и я хотел, чтобы все знали, что это Новый год. Если мы должны сделать перемену или изменить что-либо, то мы должны изменить, чтобы не были здесь Тора-террористы. Что я имею в виду Тора-террористами? Очень часто Тора-террористы – это те, кто делает Рождество или Воскресенье. Тот, кто кидает грязь, теряет основание или теряет почву. И мы не должны быть таковы. Если у вас есть малолетний ребенок, и они зарисовали эту картинку, но они рисовали вне границы этой картинки. Но вы все равно рады о них, и вы их поздравляете и ободряете. Вы не говорите им, почему ты не как Ленардо да Винчи. И мы все должны любить. Некоторые приходят из Египта, другие из Ирака, некоторые из Ливана. Они все приходят в Израиль. И мы не можем делать, чтобы все ходили нашим путем. У них есть свой путь. Есть некоторые, кто начинают, те, кто посреди пути, и те, кто уже в Иерусалиме. Мы не можем людей насильно приводить. Мы никого не спасаем, и Господь спасает. Это задача Господа, чтобы людей побуждать. И мы не хочем, чтобы кто-либо унижал или унижал тех людей, кто исполняет воскресенье. Например, когда мы встречались в том месте, где нас одну четверть миллиона людей, которые встречались и пригодили. И был человек из Адвентия седьмого дня. И он хотел... Тех, кто исполняет воскресенье, он хотел их очень... Но хотел очень, как бы... И он удавал эти брошюрки в следующий день, когда церковь приходит, они видят все эти брошюрки, которые говорят против тех, кто воскресенье. Вы никуда не доходите, кого-то унижая за то, что они исполняют воскресенье. И, может быть, есть ребенок, который имеет нож, и он старается всех, ну, кого-то ножом поранить. Но вы вместо того, чтобы что-либо другого делать, вы даете им конфетку, и они опускают нож и берут конфетку. И если я стараюсь... Если кто-то старается забрать от вас это, вы будете держать еще сильнее психологически. Есть много людей, которые не понимают отношения. И это все об отношениях. Вот почему. У меня есть хорошее отношение с ортодоксальными еврейскими евреями и ортодоксальными людьми со всего мира и всего Израиля. И они приходят сюда и говорят, потому что у всех есть разноместное. Кто из вас знает, как есть курицу? Вы кушаете мясо, и вы выкидываете кости. Итак, вот почему мы должны научиться, как сортировать. У иудаизма есть кости, и также христианство имеет кости, и мы должны сортировать и расти. И, Брайшит, мы говорим о творении Вселенной. О творении мира. Но я хотел бы начать со следующего. Кому из вас нравится семон? Есть такое высказывание. Даете кому-то рыбу, и они едят, имеют пищу на день. Но кого-то научите рыбачить, и они уже имеют способ еды или добывать еду до конца своей жизни. Итак, я хотел бы научить вас, как изучать Библию. Я не хотел бы просто быть тот, который изучает Библию и говорит вам. Я хочу, чтобы вы понимали, как я изучаю Библию. И этим образом вы также будете иметь эту возможность. Это не... Есть много лжепророков, которые хотят, чтобы вы пригодили к ним, чтобы слышали Слово Божье. Это самое глупое, что я слышал. Я хотел, чтобы вы могли изучать Слово Божье. Я даю вам эти инструменты, чтобы изучать. И большой вопрос заключается в следующем. Насколько вы голодны? Хотите ли вы, чтобы государство вам все обеспечивало, все, в чем вы нуждаетесь? Или вы готовы, вы хотите сами это делать? Есть время, которое приходит, и я вам расскажу о нем через немного. Ну, сперва, есть ярко-синяя Ханда, Ханда Аккорда, и белая Ханда, и есть Сузуки, и эти машины должны быть убраны из той парковки. И если вы Микленденс, не хочешь, чтобы люди парковались. Итак, если вы знаете эти три машины ваши, ваша машина будет в вознесении скоро. Итак, вот мы в начале. Кто знает, что это за слово? Это Берашид, и значит, в начале. В начале сотворил Бог вторник. Небо и землю. Знает ли кто-либо что это за слово? Это Ашамайин. Ашамайин. И это значит небо. Итак. Итак, мы будем смотреть на Ден-Каеврита. Это значит небо, правильно? Давайте посмотрим на следующее. Видите ли вы это здесь? Маим. Маим значит что? Вода. И Шам. Шам. Да, Маим это вода. Но вот слово Шам. И знаете ли вы, что это на иврите? Если есть великое чудо здесь происходит, а другое говорит, что великое чудо произошло там. И Шам, это там. Итак. Что такое небо? Мы знаем, что на небе. Там есть небо. Итак, есть слова внутри слов. И мы знаем, что есть вода на небе. Итак, вот вода, она сходит. И смотрите, что написано в Веса 55, 10, 10 и 19 стих. Написано, как и вода сходит, и она дает поливать землю. И тоже будет и с моим словом, который сходит из моих уст. Оно не возвратится тщетно, но исполнит то, к чему я предназначил. Итак, дождь сходит с небес тем способом, каким и слова Божьи как бы сходят. И посмотрим на следующее второе законе. 32.2. Мое учение уйдет как дождь, и моя речь как роса. И как нежный дождь, поливающий. Итак, в следующий раз, когда идет дождь, думайте, это как слово Божье. Мое учение уйдет, и мы видели слово для воды, и это что? Это май. Итак, это слово для воды. И вот как пишется, мэм, юль, мэм. Итак, вот интересная часть. Май. Вода. Знали ли вы, что на иврите, каждая буква. Также слово. Знали ли вы, что то же самое на английском. Когда вы видите букву, вы также видите слово. Некоторые из вас знают, что это такое, что это значит. Это значит, кошерное. Итак, вот как Моисей писал эту букву юд, вы видите эту руку. Итак, буква юд. Когда евреи видят эту букву юд, они видят руку. Потому что, это буква значит рука, а что это значит? Это Келлоггс. А что насчет этого? Это Гугл. Видите буквы, что вы видите? И слово. А это? Это Фейсбук, а это Дисней. А что насчет этого? Амазон. Итак, вы уже сразу понимаете. Но на иврите вы должны понять, что каждая буква также является словом. Итак, есть слова посреди слов. Итак, вот мы начинаем. Это слово. Ха-ша-ма-им. И красное здесь. Ма-им, это вода. Есть вода на небе. И мы видим, что Бог сделал пространство и разделил воды над пространством над теми водами, которые были под. И Он назвал это пространство небом. Итак, давайте мы посмотрим на следующее. Буква мем значит вода. Вот ваша мем. Вода под пространством юд, Божья рука, которая разделяет воды над пространством. И само слово ха-ша-ма-им, это значит, что есть вода. И вот Божья рука, которая разделяет воды, которые внизу от тех вод, которые вверху. И эти воды, они открыты. И та вода закрыта до ковчега, до потопа Моисеева. И Ноя, до потопа Ноя. Итак, мы видим, что Божья рука разделяет эти два объема воды, или два. Некоторые люди, они не верят этой истории потопа. А кто должен знать все? Искусственный интеллект. И что говорит искусственный интеллект, который говорит о Ной Потопе? Он говорит следующее. Нет никакого доказательства от того, что потоп, описанный в Библии, произошел. Говорят, что недостаточно воды на земле, чтобы покрыть всю планету, они говорят, геологически, в Аляске и Палеонтоге. И я был в Аляске с моим другом, спал класс, и он пилот. И мы пролетели, и мы остановились на самой высокой горе, и там есть ракушки на высоте 10 тысяч футов. И расскажите мне, как они туда дошли, и как они там смогли быть. Говорят, что это настолько глупо, что животные не могли быть. То, как все эти животные по всему миру, это противоречит потопу, но это неправда. И искусственный интеллект, вот почему говорят искусственный, он не настоящий интеллект. У нас есть настоящий интеллект. Это искусственный. И моя цель в это утро сделать, чтобы вы имели такую веру в Бога, чтобы вы знали, что Бог настоящий, Он жив. И как евреи из-за Алла Каста, как Израиль, Алла Каст случился для Израиля. И теперь это время народа. И все будут спрашивать, будет ли, есть ли Бог. Я хотел, чтобы вы были полны веры, чтобы у вас не было сомнений. Итак, вот мы в начале с словом Берешит. Я хотел, чтобы вы поняли, Бог говорил еврейский язык, когда Он сотворил все. Это является ДНК всего творения. Даже апостол Павел, когда он был скинут с коня, он слышал голос из небес на иврите. иврит является небесным языком. Если хотите лучше понять воду, то вы понимаете, что оно составлено из H2O. Вы теперь берете воду и вы смотрите на состав воды из элементов. и самый близкий язык к языку элементов это еврит. Итак, это это дефин. Это то же самое на иврите. Есть 22 буквы на еврейском алфавите, и 22 буква это Тав, и первая буква это АЛЕВ. Но есть еще один способ, как использовать эти номера. Это числовое или номеровое число. Все эти буквы имеют свои номеровые числа. Итак, мы должны понять, когда мы изучаем еврейский язык, есть номеровые числа. не только это каждая буква является словом, но это также каждая буква является и номером, и словом. Кому из вас нравилась алгебра? Алгебра это просто буквы вместо номеров. Я не знаю, сколько футов здесь снега. Есть один способ видеть снег, и другой способ, чтобы видеть снег. И это более красиво, смотря на снег этим способом. Вы не видите дизайн, смотря на снег, но смотря под микроскопом, вы видите, что есть творец, вы видите интеллект, и мы знаем, что слово Божье сравняется с водой, не так ли? что? Итак, какое ваше отношение к воде? Многие верующие, и все равно еще в этом детском бассейне, и вот где они находятся. Некоторые они хотят ходить по пляжу, это насколько близко они хотят приблизиться, но есть следующие, которые выйдут туда, они намочат свои ноги, а другие говорят, нет, я буду плавать в той воде, и другие говорят, я буду там просто полностью погружаться, а другие говорят, а я буду не просто держать воздух под водой, но я буду иметь свой библию есть 70 уровней понимания, столько много христиан, они спорят, и не понимают, что они оба правы, они говорят, Иисус должен быть вызван Иисусом, нет, он должен быть рожден в Египте, рожден в Вифлееме, и так, нет, он будет на заре, и вот почему есть церковь Иоанна Крестителя, и церковь на заре, и не знаю, что все они правы, перестаньте спорить с людьми о доктрине, я говорю, я не спорю с слепым человеком из-за искусства какого-то, или за какой-то картины, или с глухим человеком, из-за какой-то песни, и так, вы можете показать человеку, или перестать спорить, мы должны перестать, потому что мы должны понять, если они не видят, то они не видят, вы должны знать, когда перестать, есть слои, и в Салом 25, 2, слава Божьей, чтобы что-либо сокрывать, а честь царей, чтобы что-либо исследовать, я буду показывать вам, как исследовать, во втором законе 29, 29, написано, сокровенно принадлежит Господу Богу нашему, а то, что он раскрывает нам, на открытой нам и сыном нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Итак, те, кто являются исполнителями слова, они не только слушателями, они видят все эти секреты, и люди не понимают, что есть все эти глубины, Слово Божьего, когда они сперва сделали этот ножик, да, я не знал, что ножик мог такое делать, то же самое, помните, Дэк Трейси, когда Ион Гаврилок, и теперь у нас есть часы, которые могут делать различные вещи, я хотел, чтобы вы поняли, я возьму вас на другой уровень сегодня, и вот как мы будем изучать Библию на протяжении всего года. И какая была первая запись, которую дал Бог? Да будет свет. Это первое, что вышло из изборчих. Он сказал, существуй свет, и свет начал существовать. И кто из вас знает, что это за буква? Это на иврите это пей, английская буква пи, и вот слово пей. Вы слышите ха, и хэ значит дыхание, и пей, это слово значит уста или рот. Как можем мы запомнить это? Я поставлю глаз там, вот там его, вот его рот, это человек, у которого рот открыт, и пей, это то дыхание, которое выходит из рта, или из уст, рот, и когда кто-либо видит эту букву пей, они думают о рот. И буква пей, это номеровое число 80, а буква хэ, потому что это пятая буква, это пять. Вот почему слово пей, или ста, рот, это номеровое число 85, и сейчас мы мы в году 57-85, и Бог будет говорить к нам как никогда раньше. Я вам скажу об этом через секунду, но посмотрите на Откровение 19, его имя Слово Божье, и из его пей, или уст, выходит острый меч, который будет использован, чтобы низвергнуть народы, или победить народы, и мы знаем, что Слово Божье, меч является Слово Божьим, и кто является Слово Божьим, Амос 8, 11, грядут дни, говорит Господь, когда пошлю голод, это не будет голод, и хлеба, или воды, но слышание Слова Божьего, Слова Господня, и они будут ходить от моря до моря, и от севера даже до востока, но не найдут, потому что они ищут в тех неправильных вещах, и проблема не в том, что не будет там Слова Божьего, но что они не будут слышать? Почему? Из-за всего того загрязнения звука, вы не можете слышать загрязнением звука, вы должны уйти, вы должны выйти, и давайте мы посмотрим на следующее, пей от уста, и первое, что Господь говорит, это свет, будь, давайте посмотрим на Солом 129-131, дивные откровения твои, потому хранит их душа моя, откровение твои, откровение слов твоих просвещает, он не мог говорить, не принося свет, само то действие, что открывает свои уста и говорит дает свет, вразумляет простых, открывай уста мои и взыхай, ибо заповедей твоих жажду, написано заповедей твоих жажду, и что мы видим? Словет приходит с заповедями, и первая заповедь было, да будет свет. Итак, мы должны понять в притче 6-23, твои заповеди являются светильником, и Тора является светом, и Тора значит, его слова, его постановления, его инструкции приносят свет. свет. Итак, у меня есть яркий свет, и смотрите Псалом 104, 2-й стих, «Блазови душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно-велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Итак, мы видим вот повеление «Вайомер» или «элохим», «Ехиор», и «Вав» там это слово «и». Итак, скажите «Я Хиор», и это свет, и свет существуй, или свет существуй, или существуй свет. Итак, вот слово, которое я сделал, чтобы оно было чуть-чуть побольше, и давайте мы посмотрим на номеровое число этих слов. Не номеровое, а именно число их расположения. Вот 22 буквы на еврейском алфавите. Первая буква и последняя буква, и вот 22 буквы. Первое слово, «Я Хи», «Юд», это 10, и у нас есть две «Юд», «Хэй» это 5. Итак, номеровое число, или число, число именно по месту нахождения, по месту значения, это 25. то же самое с другим словом, это 27. Видят ли все? И большинство людей, которые знают математику, они не играют в лотерею. Шансы, что вы выиграете, это один из 27 миллионов. какой шанс, если у вас есть яблоки, которые есть яблоки, если есть яблоки где-то в штате Техаса, какой шанс, что вы правильно яблоки выберете? Итак, я хотел, чтобы вы поняли следующее. 25 это квадрат, это 5 на 5. И мы знаем 27 это куб, потому что 3 умножить на 3 умножить на 3 это 27. Есть миллиарды кубов и треугольников. Но 26 это единственный номер 26 это единственный номер из всех номеров или многих триллионов которые между кубом и квадратом и кубом. Например, 6 и 6 это 36. Ниже куб не будет 35 или 37. И какие шансы, что 26 это единственный номер который между квадратом и кубом. И то, что интересно об этом и удивительно. Это это Яхи Ор что значит свет существует. И 26 это имя суверенного имени Божьего который Яхи Ор это свет существует. Это номеровое число Божьего имени. И что он называет себя? И он называет себя светом. он покрывает себя светом как одеждой. И я думаю это просто невероятно. Но вот что еще более невероятно. Кто из вас когда вы были маленькими детьми вы думали что ваш задний двор был большим. И вы думали что просто вот ваш задний двор. Я хотел бы дать вам другую перспективу Бога. Потому что мы думаем настолько великие большие сильные но мы ничто. Как бы выглядел ваш дом если вы были здесь? Я вижу некоторые дома там. А что если вы были здесь? Где ваш дом? Где вы? Давайте мы пойдем еще дальше. Давайте мы скажем вы здесь. И вы смотрите. И вы ищете свой дом. Где вы? Вы уже более не столь большие. все с перспективы. Просто не идите туда. Если вы идете в эту сторону, то вы приблизитесь сильно близко. Итак, давайте зайдемся к миру. Кто из вас был в Израиле? Кто из вас был по миру в Китае? Мир это большое место. Забирает долгое время, чтобы достичь другой стороны. Посмотрите, насколько большая наша земля. Наша земля большая по сравнению с другими планетами. Но сравнение с Юпитером она уже не столь большая. Мы всегда меньше становимся. Не думаете ли вы, что Юпитер велик, но небольшой в сравнении с Солнцем? Юпитер очень мил. Где земля? А где вы? А где ваш дом? Вот земля возле Солнца. Видите ли это? Это вы в сравнении с Солнцем. Не сказали ли вы, что Солнце большое? Ну вот Солнце в сравнении с Актурас. Это звезда, которая больше. Вдруг Юпитер один пиксель. А Земля уже не видит. Не сказали ли вы, что Актурас это большая звезда? Ну, вот Актурас. И вот Актурас в сравнении с Антарас. Но Антарас возле Кейнас Маджорас. Ого. Если вы помните, вот Земля возле Солнца. Я хотел бы прервать здесь. Свет путешествует 186 тысяч метров в секунду или миль в секунду. Наше Солнце настолько большое, занимает 14,5 секунд, чтобы свет один раз пошел вокруг Солнца. А вот наше Солнце возле Кейнас Маджорас. Видите ли, насколько большое Кейнас Маджорас? Занимает свет 8 часов. 186 тысяч миль в секунду, чтобы сделать один круг вокруг этого звезда. И знаете, что Кейнас Маджорас? Это 5000 световых лет от нас. Я сделал это ясным. Кейнас Маджорас. Вы должны путешествовать 186 тысяч миль в секунду на протяжении 4900 лет, чтобы достичь туда. Это 11 миллион миль в минуту или 660 миллион миль в час на протяжении 5000 лет, чтобы достичь или добраться туда. 5000 лет. Это 5000 лет. И 5000 лет. Это 5000 световых лет. И знаете ли вы, что это галактия здесь? 2 миллиарда 400 миллион световых лет. Вы должны путешествовать 660 миллион миль в час на протяжении 2.4 миллиарда лет, чтобы достичь туда. Видите, это зеленый квадрат. Я приближу его. И вот как выглядит. Кажется, что там ничего нет. Вот оно есть. И в этой картинке, которая взята Габбл телескопом, есть тысячи и тысячи галактик. Каждая, которая имеет миллионы звезд. Каждая имеет своими планетами. И вот одна из галактик. Это галактика 10 миллиардов световых лет от нас. Вот Земля. Вот наша солнечная система Венес-Меркурий. И вот это наша маленькая солнечная система. Мы можем поставить здесь в углу нашей галактики Милки-Вей. И вот наша солнечная система в нашей местности Вселенной. Вот Милки-Вей галактика. И мы являемся маленькой точкой, но Милки-Вей галактика маленькая точка и в локальной галакти... галакти... галактиальной группе. И это маленькая галактиальная группа. Это маленькая точка посреди великого суперкластера и является маленькой точкой всех локальных суперкластеров. И это маленькая точка посреди видимой Вселенной. И Бог выбрал эту маленькую точку, и можно сказать, чтобы поместить туда землю. И знаете ли вы Псалом 36, 33,6 Словом Господнем все небеса были сделаны и все они были сделаны дыханием его уст. Итак, Псалом 147, 4 стих, он знает число звезд и называет их по имени. Это Бог, о котором мы или к которому мы говорим. Исайя 40, 50, 15. Народы являются каплей в ведре. Они как пыль. И все эти побережья просто как мелкая пыль перед Ним. Итак, вначале мы должны начать с того, насколько велик и просто велик наш Господь. И другое то, что когда мы изучаем Библию, мы должны понять, есть параллели. Не только есть 70 уровней понимания, но не разбиты на 4 разных групп. И это Пардеас, и это значит Сад, и Ипи, это Пашат, это простой истолкование слова. И когда написано, Павел использует еще как и Павел использует второй уровень значения того, что о том вале, которого есть также аллергория. Агарь является земным мирским и Сауре это значит секретное значение, которое Бог хочет, чтобы мы раскрыли. Итак, когда мы читаем в Бытие 1 о водах, была темнота написана, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, что символирует воды, а не символизирует язычников. Откровение 17.1 «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря, со мной сказал мне, «Падади, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». 15 стих и говорит мне воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, и племена и языки». Итак, мы видим в Бытие 1.1 Бог не только говорит нам о начале, но Он также говорит нам о том, что будет в конце, и это откровение. Исайя 25.1 Он провоззасил конец из начала. Итак, стараясь понять неоткровение, мы видим из... что народы символизируют темноту. Исайя 61.5 «Восстань, святись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народа, а над тобою восяет Господь, и слава Его явится над тобой, и придут народы к свету твоему и царик восходящему над тобою сиянию». И мы помним, была темнота, и он разделил темноту между светом и днем, и посреди темноты он сотворил луну и звезды, чтобы были светилом, и свет символизирует Израиль, и свет Торы к народам, также и к миру. И дальше написано, «Возьведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуйся и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». И море символизирует то, как язычники приходят к свету Бочему. И мы видим, Иоанна 8, 12 написано, «Ешуа говорит им в праздниках кущей, опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру». Свет в Бытии 1 это был свет Торы. Не было Солнца и Людмой до 4 дня. И вот почему Иисая 40, 12 по 17 написано, «Кто исчерпал воды горстью свою и пятью измерил небеса и вместил в меру праг земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы». Итак, мы видим, что Бог видит всю вселенную и она является маленьким, но вот здесь Он сотворил человека. И, может, теперь вы представите, написано, что вся вселенная, что мы видели, вся видимая вселенная, она в ладони Его рук. И Бог смотрит на то, вот где это маленький человек и Он говорит, «Слушай, можешь ты сделать что-то для Меня?» А это человек, который говорит, «Нет». И Бог говорит, «Хорошо», и сдувает. Это просто невероятно. Итак, мы идем к Хавторе, и это о творении Израиля. И теперь мы смотрим, как Он творит народ Израилев. И вот, кто из вас знает, что Иисус был евреем? Я хочу просто удостовериться. И не только был евреем, но Он приходит из колена Иудина, и это из Израиля. И вот, когда мы видим творение Израиля, есть один израильтянин, о котором Бог встревожен. Это Иешуа. И давайте мы посмотрим. Исайя 42, 1. «Вот отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоверит душа Моя. Положи Дух Мой на него и возвестит народам суд». И смотрим следующие стихи. «Трость, инотовленная, не преломит или на курящего, не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». И это говорит о личности, не о народе. И это говорит нам кто это. И Висайя 42, 5-6. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Во свет для язычников. И это на иврите. Это в единственном числе. Это говорит, что Иешуа является заветом. Это не завет через Иешуа. Это сам завет Иешуа. Это что? Иешуа сам является заветом, который Он делает. Этот завет, Он не на камне, Он написан на плоти. Иешуа, который стал плотью и бытия, где написано, что Бог увидел свет, и Он увидел, что Он был добр, и Бог разделил свет от тьмы и или отделил Бог свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И так, Бог видел свет. Вот Он. Свет. Алиф, Вав, Брейш. Но что, что удивительно об этом, это Алиф, Тав. Хаор. И так, вот мы имеем галактику, и вот свет. И мы знаем, Тора является светом. И здесь у нас есть Алиф, Тав. Хаор, и это значит, Алиф, Тав, является светом. Если вы помните, я говорил вам, каждая буква, это также, номер, имеет номеровое число, и Алиф, Тав, имеет номеровое число 401, а свет имеет номеровое число 212, есть и 12, и 401, это 613 заповедей в Торе. И не только это, но это слово в Торе, это бейт, это в, как в начале, и в Торе. Что мы видим? 613 заповедей. Само это слово в Торе говорит нам, что есть 613 заповедей, и вот мы видим, и я хотел бы показать вам нечто, алиф, Тав, Ха, Ор. И потом есть, алиф, Ва, Рэйш, это Ор. И говорите Ор. И это алиф, Тав, Рэйш. И другие буквы можно прибавить через свет, для света, или в свете. Есть некоторые начальные слова, ну, слова или, но здесь мы также видим Ха, Ор, и он взял и разделил свет. Итак, алиф, Ва, Рэйш, и здесь снизу вы видите ламит сперва, но это все равно. Он назвал свет днем. Это следующее слово, Йом. Видите, алиф, Ва, Рэйш. И в пятнадцатом стихе он поставил светило там, поставил светило, чтобы давали свет на землю. И мы видим, что Тав делает во множественном. Алиф, Ва, Рэйш. Это светило. И здесь, смотрите, в четырнадцатом стихе я и сказал Бог, да будут светило на Тверде Небесное для отделения дня от ночи. Но чего здесь не хватает? Чего не достает? На иврите. Это Ва. Куда ушла эта Ва? Когда я слово на иврите, она дефективна или не имеет буквы, не достает буквы, это говорит, что это дефективно. Это что говорит нам, что солнце и луна и звезды это не настолько яркий свет, как Тор. Первый день есть свет, но нет солнца, луны или звезд. Но когда Бог делает эти естественные светила, они более дефективны, чем тот свет притворения. Но мы не видим это на английском, только видим это на иврите. Итак, мы видим, вот Бог, в бытие 1.14, Он творит солнце и луну и звезды. И что это говорит здесь? Написано, это будут они светильниками на Тверде Небесное, чтобы светить на землю. И создал Бог для управления днем, и светило меньше для управления ночью и звезды. И они будут... И в Луке написано, будут знамения в солнце и в луне и в звездах. И в бытие 1.14. Мы видим вот на экране. Номерная причина это было для знамений и времен, и дней, и годов. Итак, это единственное знамение, которое солнце и луна могут делать. Это затмение. Так же сказал, для сезонов или для времен. Это не значит только лето, зима, весна. Это также и о праздниках. Есть солнечное затмение в день новолуния. Вот почему и Рошашана тогда. Итак, он сотворил для времен, когда они происходят на дне этих праздников, и также и дней, и годов. И это говорит о Шмидта лет, о Шмидта годах, о субботних днях. Это говорится о тех становениях. И давайте посмотрим на следующее. Как? Вот земля. Маленькая точка. Вон луна, она еще меньше. Как может луна затмевать солнце, и чтобы казалось, что луна и солнце тоже самого размера? Это как равносильно тому, что мой палец, большой палец может, для меня казаться, что он такой величины, как ваша голова. И знаете ли, вы что Бог ученый? И солнце в 400 раз дольше от земли, чем луна. И оно в 400 раз больше, 400 раз больше, чем луна. и 400 это номеровое число Тав. И это значит знамение. Итак, Бог сотворил солнце и луну для знамений и сделал это равно номеровому числу Тав. И это значит знамение. Как вы можете думать, что-то все случилось через шанс? И вот почему в бытие должны начать с того, что есть Творитель. И когда мы смотрим на ДНК уровень, когда приходят трудные времена, вы можете иметь, вы не будете иметь никакого сомнения, когда даже приходят трудности. И слово Тав, что значит, и знамение, также значит, это значит подпись. Или если кто-то ставили X для своей подписи, это значит подпись. Это Божья подпись. Древняя буква Тав, это наша буква Ти, и это крест. Если смотрим на Иезекиэль 9.6, в то время, как они уничтожали Иерусалим, и когда Наводоносор уничтожал, он сказал, убейте всех, кроме тех, у кого есть знамя. И что слово для знамя, это Тав. На каждом евреи они поставили знак креста как знамя. Это невероятно. В Иоанна, 1 глава, 1 по 5 стих, что написано, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И потом, 6 по 9 стих, «Иешуа был свет, свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И знаете ли вы, что он является истинным светом, который освещает всех, кто приходит в мир? Я посмотрю на один из своих других слайдов. «Истинный свет, освещающий всякого приводящего в мир». И ученые только что видели, только взяли этот свет, который излучается, когда сперма встречается с яйцеклеткой. И Исайя 42, 21 по 23, «Господу годно было, ради правды своей». «Возвеличить и прославить закон». И наша цель здесь это «Возвеличить и сделать и прославить и так, чтобы видеть ДНК творения». Вы можете и чтобы вы не хотели устранить Торну, сделать ее почтенной. И это наша цель здесь. И потом даже написано «Ну, это разуренный и разрабленный, все они связаны и написано «Одай назад». Кто из вас прикнил к этому уху? Вникнул и выслушал это для будущего. Кто в этом поколении будет слушать Бога и говорить «Давайте восстановим этот язык иврита». Восстановим календарь. Восстановим Тору. Вы исполняете пророчество. Вы живете в пророческие времена и вы исполняете пророчество, принося Тору, восстанавливая Тору к ее правильному месту. И вот почему Диане 3.19 по 21 написано «Итак, покайтесь и обратите, чтобы загладить сверхи ваши, да придут времена отрады от лица Господа и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа. И Бог не пошлет Иишу в следующий раз». Здесь написано «Которого небо должно было принять до времен совершения всего». Он использует вас, чтобы помочь восстановить еврит, восстановить календарь, восстановить определенные времена. Вы в прямом смысле живете в пророческие времена, и вы те, кто исполняет эти пророческие предсказания. И это большое пророческое движение до времен совершенного всего, что говорил Бог усламе всех святых своих пророков от века. Представьте это. Вы Он говорил о вас. Именно об этом и шла речь. в Экклезианстве написано всему свое время и время всякой вещи под небом. Вы были рождены со смыслом. Вы не были рождены случайно. Вы были рождены, чтобы принести восстановление всего из начала. Бог установил это время для вас. Вы были рождены в определенное время. Если вы верите в Творца, ваша жизнь теперь имеет смысл, потому, что Он сотворил вас умышленно. Мы должны остановиться здесь. Итак, давайте мы встанем. Я дам вам перерыв. Я знаю, вам дал нечто, о чем задуматься. Находите ли вы это интересным и привлекательным учить, как изучать. И наш отец, наш царь, мы благодарим Тебя за Твою Тора. Мы не знали, что Слово Божье может делать все это. Мы просим, чтобы Ты обвел сердцу каждого, чтобы они на самом деле хотели изучать Твою Тору. Отец, мы хотим углубляться, мы не хотим быть в детском бассейне, поставь нас в океан. Отец, мы благодарим Тебя. И отец, хотел бы благодарить Тебя за всех тех, кто здесь поместен, и всех, кто со всех Соединенных Штатов и со всего мира, которые видят важность того, чтобы возвеличить Тору и сделать Тебе почтенной. Мы благодарим Тебя за все пожертвования, которые приходят в Твое служение, и через нас, и чтобы мы могли показывать этот свет Тору, чтобы все ишли к свету Твоего Слова. И мы благодарим Тебя. во имя Ишуа. Аминь. Власен Ты, Господь наш Бог, Творец и Царь Вселенной. Ты был свином с Твоей Торой правдой. Ты был свином с Твоим полным советом Твоего живого Слова через силу Духа Твоего Святого, через завершенную работу Мессии Ишуа. Ты едино наследил посреди нас жизнь вечную. Власен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Аминь. Отец, Ты любящий нас. Ишуа, мы настолько рады, что Ты пришел. Мы настолько рады, что мы можем открыть Твое Слово и просто видеть, насколько глубоко мы можем на самом деле углубляться. Мы знаем, что Ты великий пастух. Ты тот, кто переносит исцеление в своих крыльях. и мы хотим переподнести наших всех любимых. Исцели тело, душу, дух, менталитетно, психологически, физически, эмоционально. Мы хотим переподнести самих себя и наших любимых к Тебе, чтобы Ты перенес полное исцеление каждому сердцу. и я прошу, открой Твои окна небесные, если они нуждаются в доме, в машине, в еде за столом. И используй нас, если надо, чтобы встретить эти финансовые нужды. И мы также хотим преподнести нашу страну, и Вы все, смотрящие по всему миру, преподнесите своих политических, военных, религиозных лидеров. И мы не хотим быть этой страной, которая является козлом. И мы также просим Тебя, народе израильском, который в войне с Ираном, чтобы был мир. И мы благодарим Тебя за этот мир и за спокойствие. Аминь. Вы можете присесть. Я хочу чтобы там было спокойствие, потому что я хочу быть там в следующий месяц. Итак, мы еще будем углубляться. Нравится ли вам? Но мы будем еще глубже идти. Итак, в начале. Это слова в словах. Бейт, что значит в. И Рэшит, что значит сначала. Итак, слово Рэшит на иврите. Мессия. Кто из вас знает, что у Бога есть много имен? И на иврите Мессия сын Давидов это одно из имен Мессии. И одно из его имен было Рэшит. И когда мы смотрим на первое слово Библии Берэшит, евреи только видят в начале. Они также говорят, творение было Мессией. Для Мессии. В Мессии. Потому что Рэшит это имя в слове. Исайя 48, 16. Написано «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил, не тайно, с того времени». Итак, с того времени, как это происходит, или в начале, как на английском переводе написано, «Я был там». И написано, «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Итак, «И триединство Божие, Господь Бог, Отец и Его Дух послали меня». видите ли отца, Сына и Духа Святого в Атанах в Старом Завете. И когда вы видите, как это сделано в начале, вы видите, это все было сделано для Мессии. Это все было сделано Мессией. Где вы думаете, апостол Павел взял откуда Колоссянам 1 глава 16 по 18 стих, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство или начальство или власть или». Все им и для него создано. Все им и для него создано. То, что вы видите, знал Павел. Он знал, как разбивать или разбирать по частям Слово Божие. Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть голова тела церкви. Он начаток, Решит, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. И давайте мы посмотрим притчи. Давайте посмотрим на Иеремию. Иеремия, 23 глава, 29 стих. Бог говорит «Слово мое неподобно ли огню? Неподобно ли огню?» И дальше, что он говорит? Говорит Господь, «И неподобно ли молоту, разбивающему скалу?» Молоту, разбивающему скалу. Мое слово как огонь, и это как молот. Иеремия 51, 19-21. И в Иеремии 51, 19-21 написано «Не такова, как их доля Якова». Он тот, кто сформировал все. Кто сформировал все? Бог, Иешуа, и Израиль. Есть «Ибо Бог и Его есть Творец Его, и Израиль есть уже наследие Его, имя Его, Господь Савов, и Ты у меня молот». Смотрите, Бог, Божий молот, это Израиль. Его слово как молот, его молот является Израиль. И что он сделал с Израилем? Оружие воинское. Тобою я поражал народы, и тобою разорял царство, тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее. Время придет, когда Израиль будет тот, кто будет молотом. Итак, Израиль значит бороться с Богом. И Израиль боролся с Богом уже на протяжении нескольких тысяч лет. но и притчей 34. 34 стих, кто восходит на небо и не садил, кто собрал ветер в пригоршни своих, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли, у нас есть вот отец и сын. И Псалом 2, 7 по 9 стих, возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты седьмой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе, ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их как сосуд горшачника». Итак, Иешуа есть еврей, и он является молотом, который будет разбивать все народы. Мы видим это в Откровении 12, 5, «И родила она младенца мужеского пола, которому он належит пасти все народы жезлом железным». Это говорится Иешуа. 19 глава, 15 стих, «И из его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Он пасет их жезлом железным. Кто из вас помнит, все на земле это по образу небесному скиния Моисеева было по образу длутой на небе, и чтобы был Израиль на земле, должен был быть один на небе. Это был Иешуа. Давайте мы посмотрим на следующее. Есть этот слайд. «Быти один-один». «Вначале сотворил Бог небо и землю». И есть это слово «Берешит». И я хотел, чтобы вы увидели вот слово. «Берешит». Есть семь слов «Быти один-один» на иврите. Здесь «Берешит», «Барах», «Элухим», «Эд», «Хашемаим», «Ваэт», «Хаарец». И я хотел, чтобы вы заметили эти первые три буквы. Они подчеркнуты синим. Это первые три буквы. Здесь мы видим, ну вот смотрите, это является и вторым словом. Есть слова в словах. И это слово «Сотворил». Итак, есть слова внутри слов. Итак, вот мы видим, вот эти два слова. Они просто в цветах или чтобы я хотел бы указать вам на нечто. в начале «Сотворил». «Сотворил», видите ли, все это слово «Сотворил» в «Берешит». Кто сотворил? Если мы смотрим на «Ав» это «Отец», потом «Бен» это «Бен Ягуря» это «Сын», «Рох» это «Дух» или «Дух Святой». Итак, есть три в одном. Здесь «Отец», «Сын» и «Дух», которые там при творении. Итак, мы разделяем или «Ателямбейт». Мы знаем «Рэшит» это «Имя Мессии». И как мы только что читали в Колоссяном «Первый», «Первенец», «Первый» «Первый» в месте, во времени, в порядке, в ранке, в начале «Князь» и «Князем» и «Остаток» и «Рэшит». Что это за слово? Это «Роушь». Это «Роушь». И что значит «Роушь»? Голова или «Голова». Итак, буква «Беет» это «Дом». Итак, кто-то является главой дома здесь. Кто является главой дома? Давайте мы посмотрим на нечто другое. Здесь мы имеем «Бытия один на день». Мы знаем, что день с Господом как тысячи лет. И четыре тысячи лет это приходит Алиф Тав. Его первое пришествие приходит в четыре тысячи лет. Его второе пришествие Алиф Тав он приходит в конце шестого дня. И что у нас есть сейчас? Есть Вав Алиф Тав. Это гвоздь. Тот, кто пронзен, он приходит назад к концу шестого дня. И так есть Алиф Тав Альф и Омега в первом пришествии и четыре тысячи лет и потом и во второе пришествие не увидит того, которого пронзили. Это Вав Алиф Тав. И Откровение первая глава двенадцатый по тринадцатый стих. И я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного цену человеческому, облеченного в Бадир и по персям опоясанного золотым поясом. Итак, что он видит? Это четвертое слово. Это Алиф Тав. И это Иешуа. И Иоанн видит в Откровении Ибутия один-один, где есть эти семь слов и посреди это Иешуа. Его глаза как огонь. Он является Алиф Тав. И как мы на английском говорим каждое слово в словаре с А до Я. И на иврите вы говорите с Алиф Тав. Алиф Тав значит каждое слово и он является словом. И еще один способ, как можно прочитать это в начале сотворил Бог еврейский алфавит. Когда апостол Павел был скинут коня, он говорит, «Я слышал голос с небес, говорящий на еврейском диалекте». И это язык небесный. мы знаем, что в начале сотворил Бог небо и землю. И мы знаем, что человек был сотворен в какой день? В шестой день. А шестая буква на иврите это ВАВ. Итак, ВАВ не только символизирует номер шесть. Это также символизирует человека, который сотворен в шестой день. ВАВ также. Это если взять две палки и скрепить их хвостем, это также значит, чтобы соединить. На иврите мы используем небо и землю. И это соединяющая буква ВАВ. Это соединяющая хвость то и другое. И ВАВ соединяет вещи. Вот почему вы видите ВАВ алифтав небо и землю. Теперь помня это давайте я возвращусь чуть-чуть. Это буква ВАВ. Если вы посчитали это двадцать вторая буква из двадцать две буквы на иврите. Это соединение всех букв вместе. Итак, мы имеем здесь человека представляемого буквой ВАВ. А теперь смотрите, что происходит. Опять, вы никогда не увидите это на английском. Только увидите это на иврите. Вот почему я учу вас в Бытие 2.4 2.4 Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И слово на иврите для происхождения или на английском поколении это следующее слово. И это told out. Но знаете ли, в следующий раз, когда является это в Бытие опять один, когда написано это книга поколений Адама, но недостает одной буквы. Это вторая ВАВ, которая недостает, которой нету. Неправильно написано. И знаете, что еще неправильно 70 раз еще написано, следующих 70 раз неправильно написано неправильно. Что случилось, когда Бог сотворил небо и землю, все поколения были совершены, но когда Адам согрешил, соединение было потеряно между Богом и человеком. И так соединение было сломлено. И вот почему никогда не скорректировано до следующего времени, следующий раз, когда правда написано это в книге Руфь. И вот род Фаресов или поколение Фаресова и опять возвратилось. Почему? Потому что Давид является тем человеком, из которого придет Мессия. И опять эта связь вновь будет соединяющая небо и земли. И вот почему в Матфея 1.1 написано родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И так не сына Давидова. И в Матфея 1 написано 14 поколений отсюда до суда и 14 отсюда до суда потому что имя Давида и номер 2 число 14. И так Мессия сын Давидов, сын Давидов, сын Давидов. И это все здесь. Самый близкий язык к еврейту это химический язык. Или язык химии, потому что каждая буква может быть номером как и Н2О. Когда Бог сотворил Адама и Он назвал его Адамом. Каждый химический элемент, который создает человек, он там в том слове. Смотрите. Адам это Адама и это значит земля или грязь. Мы пришли из грязи и мы возвращаемся в грязь. И Адама что значит земля. и вы забираете это и мы имеем грязь. Итак, вот это то же самое слово Адама из земли и Библия говорит как Бог сотворил человека из земли и слово соделал или сотворил это есть две буквы Юль и он использует обе своих рук чтобы сотворить человека мы также знаем и так мы видим в этом слове Адама или земля дома это слово дома это значит быть сходным быть как и мы сотворены и когда он формирует животных на английском и использует то же самое слово но есть только одна ю или одна рука он только использует одну руку чтобы сотворить животных но использует обе руки когда творит или человека и так это удивительно для меня. И мы, когда мы смотрим на слово Адам или Адам, вот Aleph, Dalt, 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 Mem и Es. Мы здесь сотворены по образу Божьему. Мы сотворены из трех частей, как Отец и Его Дух послали меня. И Aleph символизирует Бога и Elohim. Итак, мы сотворены по образу Божьему, и мы сотворены из трех частей. 1 Фесс. 5, 23. Сам же Бог мира да, светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тела, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы видим, мы сотворены из трех частей, и мы сотворены по образу Божьему. И здесь говорится о том, как Адам... Давайте мы посмотрим 2 глава 7 по 8 стих. Написано, «И создал Господь Бог человека из пороха земного, и Он использовал обе своих руки». И потом написано, «И насадил Господь Бог рай». Знаете ли вы, что сад Идамский не был частью творения? Как и родители приотовляют детскую комнату для ребенка, так и Мессия или Господь пришел и насадил рай. Итак, Иоанна 20 глава 15 стих, когда Господь воскресил из мертвых. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник. И он был. И это где находился сад Идамский в Иерусалиме. И так мы видим все Писание Бога одухновенно. И давайте посмотрим быте. 2 глава 16 по 17 стих. Я не знаю, если вы знали это, но Ева не была сотворена, когда Бог дал повеление не есть от плода дерев. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познание добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью мрешь». И сказал Господь Бог в следующем стихе, «Нехорошо быть человек одному». Итак, Он перевалил к слову Божьему, и это слово, которое сформировал или образовал из земли всех животных, и образовал, используя имя только одну букву, и привык всех птиц небесных и перевел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их. И чтобы, как наречет человеку всякую душу живую, так было имя ей. И слово на иврите для собаки — это «кэлэв», но если возьмете это слово «кэлэв», «лэв» — это сердце. Он смотрел на собаку и сказал, «Они дают тебе все свое сердце». Собака значит, это тот, кто дает все свое сердце. И это моя собака, если вы интересовались. В Бытие 3, 23 по 24. Я думаю, это интересно. В саду-эдемском Господь выгнал Адама. Ева просто последовала саду. Смотрите, что написано. «И вызвал его Господь Бог из сада-эдемского». Кого его? Чтобы возделывать землю, из которой он взят. И знал… А Эва не была взята из земли, она была взята из Адама, или человека. «И знал Адама и поставил на востоке у сада-эдемского керувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Итак… «И знал, если вы это замечали раньше». И следующее, в Бытие 4 глава 10 стих, где написано… «И сказал он, это Каина, что ты сделал?» «Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли». Вы не видите это на английском. Вы видите это только на иврите, когда говорит, что кровь брата твоего… Это во множественном, это крови, и не только Авеля, но кровь всех поколений после, она вопьет из земли. Это кровь, не кровь. Это просто ошеломляюще. И теперь, вот человек, он заделан из земли, и это Адам. И когда мы смотрим на химическую сторону всего этого… «Дам» – это слово для крови. Мы должны иметь кровь, чтобы существовать или жить. И буква «М» – это вода, и мы 70% из воды. Итак, Адам создан из крови, мы созданы из воды. И если вы заметите это слово, и якобы написано, что мы пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Итак, мы видим, и в слове «Адам» мы сделаны из земли, мы должны иметь кровь, мы сделаны из воды, мы ветер или пар, испарящийся или пройдящий, и все это в одном этом слове. Из чего мы сделаны, к чему мы возвращаемся, кровь, вода, пар. Например, шрифт был по-другому в одни Моисея. Когда Моисея писал это, он писал следующим шрифтом. «Алув» – это «вол» – это «сильный, который ведет путь». Вот почему они сделали этот золотой телец, потому что вол символизировал Бога. Или то, что идет первым, «лидер». «Далет» – это было входом в шатер. «Амайм» – «мем» значит «вода». Это не значило «нежная вода», это значило «буря», это значит «хаос». Вот что символизирует. И когда мы смотрим на имя Адама, он был лидером через дверь в хаос. Когда евреи смотрят на слова на иврите, они видят слова в словах, имена, номера, картины… Вот почему мы должны смотреть на это по-другому. Иакова 4.14 написано, что такое жизнь ваша, пар являющаяся на малое время, а потом исчезающей. Помните, Каин убил Авеля. Если вы помните, что услышала Ева. «Твоё семя попрёт, сокрушит голову змея». И она думала, что Каин – это тот, кто это сделает. А Авель, значит, ненужный, уже может как бы… И это то, как были названы. Итак, вот мы опять. Когда Каин и Авель родились, родились они младенцами? Когда Каин и Авель родились, были ли они сотворены? Или вообще-то Адам и Ева, Адам и Ева. Я имел в виду Адам и Ева, Адам и Ева. Родились ли они как маленькие младенцы или сотворены как взрослые уже? Скажем, может, 30 лет возраста. Но это был первый день. Когда Нафиса наш Адам прожил 130 лет, и изучал Сифа после того, как Каин убил Авеля. Это значит, он прожил отворение. От того, как он родился, он был сотворён как взрослый. Итак, как взрослый Адам и Ева, они родили Каина. Каин – младенец. И когда Каину один годик, Адаму и Еве два года. В Библии написано, что они жили сто... Этот промежуток времени, сто времени, как они были сотворены. Если они были сотворены в 30 лет, это всё ещё день первый для них. Итак, Каин и Авель, когда им пять лет... Адаму и Евве, наверное, семь. Не имею в виду семь лет возраста. Я имею в виду, они врожили семь лет, им было 37. Я хотел, чтобы все поняли. Сколько лет, вы думаете, было Каину и Авелю, когда Каин убил Авель? Что вы думаете? Посмотрим в Библии 5.3. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарёк ему имя Сив. Если он прожил 130 лет, то Каину и Авелю было 125-126. Им, наверное, 125-126. Потому что в следующий год он родил Сива, или Сив был зачат. Вау, когда вы думаете, сколько им было лет, когда они боролись на этот стих, и нам говорит, «Бутия 6 глава, Написано, что Бог назначил мне еще одно семя вместо Авеля, потому что Кайн убил. И Сифу также был еще рожден сын, который звали, и потом люди начали взывать имя Господне. Но другие говорят, что они проклинали имя Господне, как написано в некоторых переводах. И вначале, что значит буква Бейт? Это значит дом. Но больше, чем дом, это значит не просто место жительства, но дом. И почему Бог начинался с буквы Бейт? Потому что Алев, она негласна. Итак, вначале, это всегда был Божий план, чтобы взять невесту и произвести детей. Итак, кто из вас знает, что Иешуа является краеугольным камнем? Исайя 25.1. Написано, что Он провозрастил конец из начала. Итак, если хотите знать конец, вы должны идти куда? К началу. Иешуа – краеугольный камень. Если мы берем Иешуа и забираем его от того, что он краеугольный камень, то ничто не существует во Вселенной. Давайте мы возвратимся к началу. Давайте мы назад заберем строение. Я вам покажу нечто, что очень удивительно, но вы видите это только на иврите. Я хочу вам показать то, как изучать. Мы должны знать, что есть слова в словах. Итак, давайте мы посмотрим. Иешуа является краеугольным камнем. Брошибера вначале сотворил. Видите ли вы белые буквы? Красные буквы – это слово для краеугольных. Камень. Краеугольный камень, который полагается. И мы также слышали, что еще был заклан. Мы описаны об Ансе, который был заклан от творения или от основания мира. Если это правда, то мы можем смотреть на первое слово в быте. И давайте мы посмотрим. Войдем в дом и посмотрим на то, что мы можем найти. Бар на иврите. Данила 3.25 – это значит сын. Бар – митсва. Сын Завета. Сын Ионин. И в быте 41.49 – это значит так же зерно, как Иосиф собрал зерно, этот бар. И если зерно не упадет в землю и не умрет, оно слонится одно. Итак, у нас есть слово «бара», которое символирует Отца, Духа и Сына. Но есть бар, что является Сыном. Аль-Лев символирует Бог. Алохим Адонай. Итак, Сын Божий. И бара – значит, чтобы быть сотворенным. Итак, Сын Божий – это Тот, Кто сотворил все. Если мы смотрим посреди рожь, это значило глава. И в Ефесянам 1.22 – Иосифа является главой всего. Если мы берем эту букву «юд», это становится «моя голова». Итак, здесь в «брэшит» у нас есть слово «моя голова». И «шит». Исайя 10.17 – значит «терни». Итак, мы знаем «рэшит», что значит «начало». Мы прибавляем эту букву «бэйт». «Брэшит». «Бэйт» – это Мессия. «Рошь» – это «голова». И «терни» мы видим из самого начала, что Мессия будет иметь венец «терниев» на своей голове. И в «красном брошь» значит «дерево». Второе царство. Третье царство. И кто посреди? Бог, Элохим. Он висит на кресте на дереве с венцом «терниев» на своей голове. «Шай» – это «дар». В Солом 68.29 – итак, мы видим, это был дар Сына. Отец стал Сына Своего. И Шуа пришел. И словно в красном, это «брэйт», это значит «завет». Мы видим в «табытие 17». И мы видим «Юд» – это рука. Итав. Символизирует крест. Это был древний этав. Это крест Сына Моего, который должен нести. И потом, мы видим, второй царство, 7.25 – это дом. И Иеремия 23.29 – это огонь. Только Божий огонь позволен, допущен в его доме. И в втором законе 33.2 – здесь у нас есть, что здесь сын, и его рука. Из его правой руки исходит огненный закон. И мы видим это здесь. И это мой огонь. И только его огонь, только его огонь позволен в доме. Вот почему иногда Виа Виут попали в эту проблему. И Решит, значит, первые плоды. Первый крест на 12.23 – он был первый плод. Эшет – это жена. Итак, что мы видим? Здесь полагается крогольный камень, и это Сын Божий, Который сотворил все, Который имеет те венестерниев на своей голове, которые повешены на дереве. Он был зерно первых плодов жертвы в храме с огнем, который сошел с небес, и он, который стал этим заветным даром для его жены. Все это в первом слове. Написано, что он просил конец изначала, и Агнес был заканан от творения мира, и вот почему есть 70 уровней. Вот почему, когда вы изучаете Библию, вы должны углубляться, есть настолько больше того. Итак, Брешит, мы знаем, это первое слово Торы. А что последнее слово Торы? Израиль. Итак, думайте, как бы круг всей Торы начинается с Брешит и заканчивается Израилем. И есть Ламед, и есть Бейт. Ну, что значит? Сердце. И Ламед значит, чтобы контролировать. Бейт значит дом. Любовь и Торы это то, что должны контролировать или дверь и управлять домом. И здесь Алев, Тав, и внизу слово Мелек. И есть это слово, и мы видим, Бог есть царь. Итак, Ламед это авторитет, Алев силен, и так Бог является сильным авторитетом. Потом, кому вас нравится, что ну, это Вегат или Зачал, можно сказать, потому что они на английском. Адам. Что это значит? Человечество. Что значит Сиф? Это назначен, потому что он был назначен, чтобы взять вместо Авеля. Енох значит Енош значит хрупкий Кайнайн значит установленное местожительство. И Махалейл значит Бог кто просовлен. Ярит, что значит пришел, сошел Енох значит чтобы научить Метусла значит послан, чтобы умереть. Ламек значит чтобы быть избитым. Но значит чтобы принести покой и мир. Итак, человечество установлено к хрупкости и установленное место обитания. Но Бог кто просовлен сошел и научил чтобы умереть и принести мир. И Бог везде в своем слове, когда вы смотрите в ДНК, вот почему когда люди говорят, что потоп не произошел или Библия неправдива у них нет понятия они потому что они не углублялись в Слово Божье. Теперь в ДНК, 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 говорится о том, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда Сыны Божии увидели дочери человеческие, что они красивые, брали их свеженные и не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут не их 120 лет. Это значит, что когда Ной построил свой ковчег 120 лет спустя, в то время были на земле и написано, что увидел Господь, что великое развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были злого всякое время. Есть 10 уровней греха. Одно, где ты просто простил мишень, а второе, это последний уровень, это когда ты стараешься уничтожить все то, что Бог сотворил. И одно, когда ребенок случайно задел вазу, и оно упало, а это другое, когда ваш подросток или дочь, она берет и кидает вазу об стену, и она разбивается на тысячу кусков. И люди отели уничтожить землю, Бог сказал, нет, это то, что я сделал, и это моя задача, и можете ли вы представить, написано, и рассказал себе Господь, что создал человека на земле и воскребил в сердце своем, и на иврите, воскребил, это значит, что он как бы плакал, можно сказать, и искал, Господь, истреблю из лица земли человека, в которых я сотворил человека, водоскотов и кадов и птиц небесных истреблю. А что они сделали? Они не были частью этого, но есть последствия того, что происходит, ибо я рассказал все, что создал их. Ноя же обрел благодать, и мы будем говорить о Ное в следующую неделю, и это напоминает мне, сколько людей были на земле, когда пришел потоп, в Одни Ноя. В каком году был потоп? Это был год 1656 года от Адама. И так у человечества было 1600 лет. Это если 1% роста и люди живут 900 лет, это значит было 44 миллиона людей на земле. 44 миллиона людей. Больше всего, когда произошел потоп. И потом Иван или Иоанна. Он не был светом, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете, который есть истинный свет, который освещает всех тех, кто приходит в мир. И вот почему я думаю, это настолько удивительно, что происходит эта искра света. Я хотел бы наконец-то показать вам это. В моей книге Америка в войне есть каждое юбиле аж до творения. И это все математика. Как мы знаем, если еврейский год можно поделить на по 7, как мы знаем, что это юбилейный год. Если Шмидт год можно поделить на 49. И вы просто делаете математику в Excel, и вот Адам. Есть 100, 200, 300, 400, 500 лет, потому что это циклы 50 лет юбилейные. И потом следующие 500 лет. И в каком году родился Авра? Авраам родился в 1948 году от Адама. Тот год, как Израиль родился. А потом что происходит? Я хотел, чтобы вы знали, когда Адам родился, Авраам родился, он родился в то же самое время, как башня Вавилонская. Будет важно в следующую неделю. Немрод и башня Вавилонская. Авраам Авраам мог говорить с ним родом. Я покажу вам почему это важно в следующую неделю. И в книге Америка во войне есть каждое Шмита год аж до творения. Но главное, что я хотел бы показать вам, это насколько велик Бог. Настолько больше, чем мы думаем. Я хотел бы показать вам все способы, которые вы можете исследовать в Писании. понимать, что каждое слово это и номер, и каждая буква есть и номер, и слово. И вот почему мы сделали этот перевод в Библии, чтобы увидеть, что английский это не самый лучший способ, чтобы перевести все это. Итак, давайте мы все встанем. И мы следующую неделю будем говорить о Ное и будем углубляться. Итак, наш отец, наш царь, мы благодарим тебя. Я прошу, чтобы каждый из нас стремился к тебе всей душой, силой и разумением. Отец, потому что мы хотим познать тебя глубже, мы хотим познать тебя больше, мы хотим быть исполнительными закона твоего слова, а не только слышателем. И мы благодарим, что ты хочешь не только благословить нас, но так же ты желаешь начертать на нас свое имя. Как и ты сказал Арону сказать, да благословить тебя Господь, да сохранить тебя, да презирить на тебя Господь светом лицем своим и помиловать тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и дать тебе мир. И это прекрасное имя Ая Ашер Ая. Аминь. Мы увидим вас в следующей неделе. Добрche. muita jednak .